Восколько миллионов обойдется России создание нового пассажирского лайнера АМС-21? Как антимонопольная служба предлагает бороться с навязыванием страховки потребителям при оформлении кредитов? А также почему в области выросло количество самоубийств и попыток совершения суицида среди подростков? Ответы на эти вопросы узнаете из обзора периодических изданий. Россия создает новый пассажирский самолет. Правительство выделит 400 миллионов долларов в качестве госгарантии на проект российского пассажирского лайнера АМС-21. Соответствующий документ подписал Дмитрий Медведев. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет почти 4 миллиарда долларов. Банкам ограничат доходы от продажи страховок, сообщает все тот же источник. Федеральная антимонопольная служба хочет повысить налоги для банков, навязывающих гражданам потребительское страхование. Специалисты считают, что банкиры стали наживаться на страховании заемщиков. В 2013 году они в среднем получали половину выручки от продажи страховки гражданам, желающим взять кредит. Причем ситуация со страховками в последнее время усугубилась. В большинстве случаев банки просто отказываются выдавать кредит без оформления страховки. ФАС рассматривает несколько вариантов борьбы с таким навязыванием. Подробнее читайте в свежем выпуске российской газеты. Всплеск самоубийств в Саратовской области. Эксперты отмечают, что в первом полугодии текущего года отмечен существенный рост количества суицидов и попыток ухода из жизни среди подростков. Об этом пишет МК в Саратове. Больше всего суицидальное поведение проявляли девочки почти в три раза чаще, чем юноши. Специалисты отмечают, что в 90% случаев подростки хотят привлечь к себе внимание, которого им так не хватает. Журналисты МК пообщались с экспертами и выяснили, как предотвратить подростковые самоубийства. Расплата за отопление станет ежемесячной, сообщает все тот же источник. Те, кто раньше платил авансом, то есть и летом тоже, с 1 сентября будут оплачивать только в холодный период. Месяц за месяц. Как вернуть деньги, которые переплатили за тепло, корреспондентам МК в Саратове рассказали эксперты. О жизни звезд расскажет журнал «Теленеделя». Антонио Бандерас и Мелани Гриффит расстаются. Их роману, начавшемуся в 1995 году, отводили максимум 6 месяцев. Антонио и Мелани прожили вместе 18 лет. Но в начале июня и эта голливудская сказка подошла к концу. Почему? Читайте в свежем номере «Теленеделя». А также Диана Арбенина расскажет, как провела время на побережье Атлантического океана со своими 4-летними близнецами Артемом и Мартой. Тимур Батрудинов рассказал «Теленеделя» о том, на что он в магазинах закрывает глаза и от каких вещей в гардеробе он никак не может избавиться. Свежий номер уже в продаже. Субтитры создавал DimaTorzok